Жилье для молодого педагога – вечная головная боль. Банки предлагают соблазнительные кредиты, которые потом тяжелым временем ложатся на их последующую жизнь. Специальные программы по возмещению части расходов на ипотечные кредиты созданы специально для того, чтобы молодые педагоги не чувствовали себя одинокими в решении жилищной проблемы. Благодаря программе поддержки молодых учителей, в рамках которых за счет средств бюджета Свердловской области выплачивается до 20% стоимости приобретаемого жилья, в этом году уже 96 учителей получили данную выплату. Сейчас у нас в обработке находится еще 13 заявок и остается еще резерв, который позволит, я думаю, что более чем 10 педагогам также принять участие в этой программе до конца года и получить выплаты. То есть, по нашим оценкам, порядка 120 педагогов молодых в возрасте до 35 лет смогут улучшить благодаря этой программе свои жилищные условия. Конечно, реакция очень положительная и самый главный показатель – это то, насколько активно в этом году, а программа реализуется уже второй год, причем в этом году исключительно за счет средств областного бюджета, насколько интенсивно подавались заявки. То есть информация внутри системы образования, что называется, по неформальным каналам, она в этом году разошлась уже очень быстро. Педагоги оперативно готовят документы и качество подготовки документов, потому что ведь это же средства, средства достаточно большие, до 300 тысяч рублей, соответственно, очень много формальных требований. Качество подготовки в этом году также возросло. То есть понятно, что есть обмен информацией в учительской среде, то есть программа находит среди учителей, конечно, поддержку, одобрение, и молодые педагоги активно ей пользуются. Несмотря на очевидную финансовую выгоду для молодого учителя, такая программа несет и другие полезные составляющие, отражающиеся непосредственно на его подопечных. Она способствует закреплению молодых педагогов в школе, и самое главное, чему она способствует, она разгружает учителя от массы бытовых неурядиц, которые связаны с нахождением в чужом жилье, съемной квартире, в общежитии и так далее. И она дает педагогу возможность, конечно, большее время отдавать детям, отдавать подготовки к занятиям, проведению занятий, и это самый главный эффект от данной программы. В Минобразование Свердловской области утверждают, что программа распространяется на всю территорию региона. Не будет оставлено без внимания ни одно заявление. Мы поинтересовались в Управлении образования Артемовского городского округа, участвуют ли наши молодые педагоги в этом, несомненно, полезном проекте. На данный момент нам известно о том, что два педагога наших образовательных учреждений заинтересовались этим ипотечным кредитованием, но пока мы не можем знать точно, кто и конкретно, и сколько в полной мере воспользовалось вот именно этими условиями, потому что педагоги, после того, как мы их проинформировали, они напрямую работают с Министерством образования Свердловской области. Министерство образования Свердловской области принимает заявление, заявки до 1 ноября 2014 года. Вот значит, когда 1 ноября у нас пройдет, тогда мы сможем получить полную информацию о том, кто из педагогов и сколько педагогов заявился на эту программу, воспользовался и кто, значит, именно попал, потому что вместе с заявлением подается еще и определенный пакет документов. Однако многих занимает вопрос, чем покрывать оставшуюся часть кредита в свете последних волнений в связи с информацией о понижении заработной платы педагогов на территории Свердловской области. Прежде всего, в сентябре месяце в отдельных муниципальных образованиях возникла нетипичная ситуация с выплатой заработной платы учителей. То есть педагоги получили в отдельных школах меньше, чем установлено указом президента. Это действительно имеет место. При этом в целом по Свердловской области, точно так же, как за 8 месяцев, по сентябрю и по 9 месяцам 2014 года указ президента по выплате заработной платы учителей не ниже, чем средняя по экономике субъекта выполняется в полном объеме. Соотношение в сентябре месяце 103%, за 9 месяцев 106% к средней заработной платы по экономике. Каждая образовательная организация, где это произошло, каждый муниципалитет, где в целом по муниципалитету произошло снижение уровня заработной платы педагогов в общем образовании, находится на особом контроле, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева создана специальная рабочая группа в Министерстве образования. На примере Верхней Салды, где в конце сентября разгорелся скандал, можно понять, какие действия нужно принимать в первую очередь самим учителям, защищая свои законные интересы. По поручению председателя правительства области был проведен выезд в Верхнюю Салду в связи с ситуацией, которая возникла в 6-й школе по выплате заработной платы. Педагоги, получив расчетные ведомости за сентябрь месяц, увидели четкое совершенно снижение заработной платы. Оно действительно имеет место. И на уровне муниципалитета, к сожалению, ситуация разъяснена не была. Другой вопрос, что, как показала вчерашняя встреча, педагоги и не обращались должным образом в муниципалитет. И вот это совершенно непонятно, почему нет нормального взаимодействия между педагогическим коллективом, руководителем и органами управления образованием на местах. Те средства, которые были муниципалитетом запрошены для выплаты заработной платы, были с уровня области предоставлены в местный бюджет в полном объеме без каких-либо сокращений. Копейка в копейку. Подчеркивается, что будет сделан перерасчет и недостающие суммы будут компенсированы. А вот администрацию муниципалитета ждет серьезная работа по выявлению причин произошедшего. Главам и администрациям муниципалитетов региона стоит серьезно задуматься над тем, как планировать свою финансовую политику в отношении бюджетных организаций. Редактор субтитров А.Семкин